Студенты младших курсов медицинского факультета могут помочь в борьбе с пандемией. Работы с теми, кто проходит лечение на дому, прибавилось. Нужны дополнительные волонтеры-консультанты для работы в кризисных центрах. Студенты-медики сейчас в телефонном режиме следят за состоянием здоровья тех, кто лечится на дому. Предложение Оперштаба обсудили в Госуниверситете. В связи с возросшим объемом работы, естественно, появилась необходимость в лечении ребят других курсов. И сегодня на электорате мы обсудили и приняли решение на добровольных условиях. Ребята, в первом, по третий курсе, четвертый курс, на условия, что это будет засчитана как акт медицинская практика, пригласить. Вот это очень важно и, как оказалось, очень нужно консультативной работе. Сейчас в кризисных центрах по всей республике работают более 80 студентов-медиков. Это только пятый и шестой курс, но скоро на помощь при желании придут и младшие курсы медфака. Студенты каждый день фиксируют состояние здоровья пациента, заносят все данные в электронную базу. Если отмечают ухудшение самочувствия, то передают информацию в скорую помощь или участковым врачам. Там уже принимают решение о госпитализации. Мы работаем в две смены. В смену входит 4 человека. Обычно 2 человека занимаются внесением новых пациентов в базу данных, а 2 студента обзванивают уже пациентов, которые внесли ранее. То есть в среднем это 150 данных в день, 150, даже 200 в день делает один студент. Желающих стать волонтерами в кризисном центре много, сказали в оперштабе, поступают заявки от студентов других факультетов, которые тоже хотят помочь и стать волонтерами. Сегодня принято решение из будущих врачей в ВУЗе сформируют кадровый резерв для помощи и контроля пациентов на дому. Ребята устают, и понятно, что их нужно заменить. Значит, должны быть созданы группы, которые сменяются. Те ребята, которые отработали, допустим, они в дистанционном варианте могут слушать лекции с тем, чтобы не отстать по учебному процессу, поскольку мы находимся в режиме сессии. На домашнем лечении сейчас находится более 2000 пациентов. Это половина от общего числа болеющих. За последнюю неделю более 100 человек были переведены из дома в госпитале. Ухудшение их состояния заметили участковые врачи, которые делают обходы, и студенты, работающие в кризисных центрах.